Эскалация насилия в США издали наверняка смотрится не так, как изнутри, но тем не менее мы наблюдаем за событиями и, возможно, обращаем внимание на то, что гражданам США сейчас кажется несущественным. И тем не менее мы рассуждаем субъективно, хотя и отталкиваясь от неких аналогий. В общем, все, что сейчас происходит в США, а главное, как это происходит, очень напоминает алгоритм событий, которые происходят в США циклично, и повторяя те же самые фразы. На самом деле, все ныне происходящее произошло отнюдь не внезапно. И именно об этом предупреждали как американские СМИ, так и прямо и даже жестко предупредило руководство Твиттера. Теперь уже всем понятно, что Трамп, в принципе, не умеет следить за собственной речью, и вот сейчас, когда США захлестнула волна погромов, для меня вполне понятно и то, что делает Трамп, и то, что за этим последует. Именно с этим вопросов нет абсолютно. Вопрос возникает совсем другого порядка, более общего и, возможно, философского. Он состоит в следующем. Как, имея такой характер, такой язык и такую способность генерировать хаос, он дожил до такого возраста? Вот это действительно открытый вопрос. В общем, республиканская партия США сделала, безусловно, худший выбор кандидата за последние десятилетия. Дело даже не в том, что собой представляет Трамп, и даже не в результатах его правления за четыре года, а в том, что республиканцы сделали президентом человека, который абсолютно не понимает смысла командной игры. Он не соблюдает практически никаких правил и без раздумий рушит все, что лично ему не нравится. Это касается как внутрипартийной обстановки, так и внешней, а теперь уже очевидной внутренней политики. Он отработал свою часть этого пути уже на сто процентов, но и партия тоже прошла большую часть своего пути, и теперь оказалась в ситуации, когда явно неудачные, и даже вредные вещи, которые делает Трамп, банально просто некому компенсировать. По сути, республиканцы уже стали соучастниками всего того, что наделал и еще наделает Трамп. А делает он всегда одно и то же. Трамп начинает с того, что меняет правила игры, не понимая последствий. Это повторяется раз за разом. Причем чаще всего он рушит какие-то системы, которые хоть и не были настолько эффективными, как того хотелось бы, но были результатом баланса очень многих факторов, которые уравновешивали эту самую систему. Любое, а тем более резкое воздействие на такую систему ведет к разрушению баланса, и в принципе это нехорошо и неплохо, если ты знаешь, как достичь нового равновесия. Ну а в первую очередь, если ты знаешь, каким должно быть это равновесие. А самое главное, может ли вообще возникнуть баланс в той точке, которую ты сам себе придумал. Это важный момент, поскольку если у тебя нет положительного ответа хотя бы на один из вопросов из этой цепочки, то это значит, что ломать имеющийся баланс нельзя. В этом смысле уже очевидно, что Трамп не способен не только формировать новые точки равновесия, но он даже не имеет представления о том, куда могут привести те или иные его действия. В общем, для того, чтобы играть в эти игры, надо либо самому формировать подобные точки равновесия, либо у тебя должна быть команда, которая тебе их генерирует, а ты должен обладать хотя бы чутьем, чтобы выбрать из того, что тебе предлагают. В таком случае такая команда может работать лишь в том случае, когда люди ее составляющие способны тебе оппонировать, а ты принимаешь их мнение как результат работы профи в той или иной области, а не как посягательство на твой авторитет альфа-самца. И что интересно, свой пост четыре года назад Трамп занял, имея примерно такую команду, имея великолепного министра обороны, очень хорошего госсекретаря, довольно профессиональных советников, и, главное, его балансировал зубр и непререкаемый авторитет в Конгрессе, Джон Маккейн, который мог построить конгрессменов и выдать президенту в глаза все то, что не даст ему превратиться в то, во что он превратился сейчас, в престарелого нарцисса, возомнившего себя императором Нероном. Но потом все эти люди ушли именно потому, что они пытались держать Трампа в рамках вменяемой политики. Всех их Трамп выжил, а вместо них набрал беспрекословных исполнителей, которые в принципе ему не умеют перечить. И вот теперь он делает все, что ему заблагорассудится. Оппозиция республиканской части Конгресса в ходе расследований Мюллера и импичмента показала, что никаких сдерживающих механизмов именно республиканской партийной машины больше нет. Совсем. И вот теперь оказалось, что первая линия обороны из профи Белого дома провалена. Проваленный рубеж обороны республиканской части Конгресса, и теперь за республиканцев отрабатывают партийные оппоненты, демократы и пресса. То есть они вынуждены делать то, что не сделали те многочисленные лица, которые обязаны были это сделать. Неудивительно, что Трамп считает, что ему надо развивать наступление и теперь заткнуть рот и демократам, и прессе. Сейчас происходит именно это. Причем сам Трамп даже не скрывает этого, и его не смущает, что результаты всех его таких эпопей носят резко отрицательный характер. Нам проще судить о его действиях по крупным международным проблемам, где он себя проявил, и мы начнем именно с них. Северокорейский ядерный кризис. Это первое и действительно мощное поражение Трампа, когда молодой ИН выставил старика дураком и даже выдвинул ультиматум для нормализации отношений. Если бы Трамп не лез в эту тему и просто оставил бы на том уровне, на каком она ему досталась, то такого позора просто не было бы. Но вот он влез и разломал все то, что было сделано до него. Баланс состоял в том, что КНДР побаивалась прямого военного решения, но поощряемые друзьями Трампа, Путиным и Си, все же двигались вперед. Но после того, как Трампу дали пинок под зад, а вслед еще и послали ультиматум, чтобы США изменяли свою политику, если хотят, чтобы с ним вели диалог, Трамп никак не среагировал. То есть в этот момент он показал себя негодным международным политиком и уронил престиж США. Он допустил, чтобы с США разговаривали в таком ключе и без единых последствий. Следующий провал. Иран. Мало того, что снова было разрушено хрупкое равновесие, но Трамп опять оставил без последствий требования Ирана изменить политику США перед тем, как вести диалог с Ираном. Там решили, что если куню можно, то им тем более. А еще Иран безнаказанно обстрелял военную базу США в Ираке и сбил дрон стоимостью в четверть миллиарда долларов и тоже без единых последствий и даже без извинений Ирана. Таких провалов масса. Но фундаментальные провалы все же связаны с абсолютно безответственной и провальной политикой в отношении Евросоюза, России и Китая. Сейчас очевидно, что именно здесь Трамп не имеет представления о том, как оно работает и что здесь можно делать, а чего делать нельзя. Он отработал роль слона в посудной лавке просто на пятерочку. Но вот два последних эпизода уже в самих США показали, что все указанное выше не имеет ничего общего с отстаиванием интересов Америки в мире. Это просто игры нарцисса. То, как бездарно он отреагировал на волну коронавируса, показало, что в его окружении уже абсолютно нет профи, а сам он дилетант в тех вопросах, которые могут нести смертельную угрозу США. Теперь очевидно, что ему достаточно было в конце января ввести запрет на массовые собрания наподобие спортивных соревнований, религиозных шествий и подобных мероприятий, и количество погибших было бы в разы меньше. Когда он красовался перед телекамерами, заявляя о том, что у него все под контролем, он даже не понимал сути контроля этой ситуации. И, собственно говоря, он ее не контролировал вообще. Эпидемия катилась и катится сейчас, как шар в лузу. Но, как и положено нарцису, он ни в чем не виноват. Он ищет врагов, на которых можно переложить вину, хотя и эту катастрофу создал лично он своим полуторамесячным бездействием. Ну а потом истерикой, когда ему просто ткнули в нос бумагу, в которой было написано о свыше полумиллионов трупов, если он и дальше вот так вот будет валять дурачка. После этого он пару дней бился в истерике и требовал срочно наделать этих чертовых вентиляторов. В общем, этот эпизод наверняка будет предметом расследований. И вот теперь массовые беспорядки и насилие. Да, мы осуждаем погромы и убийства, которые сейчас происходят в США. Прямо скажем, когда у нас было восстание на Майдане, никаких погромов не было, а убийство творила именно тогдашняя власть. Но дело не в этом. Чтобы отвести внимание от собственного провала, который измеряется уже более чем 100 тысячами трупов, он постоянно через Твиттер генерирует волны ненависти и занимается поиском врагов. Его агрессивная риторика в адрес любых оппонентов долго и качественно подогревала общество и было понятно, что все это может вспыхнуть. И вот когда в Миннесоте начались беспорядки, Трамп показал ровно то, что он делал во внешней политике, а именно полное непонимание ситуации и действия, которые абсолютно не соответствуют происходящим событиям. Он пригрозил насилием и в конце концов режим предохранителя стало отрабатывать руководство Твиттера. Заметим, не советники президента, не его однопартийцы, а Твиттер, причем указали на то, что его посты недопустимы в плане разжигания насилия. В ответ Трамп усилил агрессивную риторику как на протестующих, так уже и на Твиттер, а вместе с ними и на СМИ, которые выступили с критикой в его адрес. Теперь он перешел к открытым угрозам применять армейскую силу и не только угрожал, а перешел действием. Вот мне просто интересно, он хоть представляет, что будет, если пусть и по мародерам, но сейчас начнут стрелять? Это с учетом того, сколько огнестрела на руках у американцев. А все потому, что Трамп выбрал не ту тональность, не те слова, которые были необходимы в самом начале противостояния в Миннеаполисе. Да, мародеры отвратительное явление, но маргинальная часть общества всегда действует так, когда власть проседает. А там полиция оказалась вне авторитета и даже вне закона. Но ведь Трамп не басота из-под воротни, а президент великой страны. Он просто не имеет права бросаться такими безответственными словами. И главное уже, сколько раз говорили, ну выпилите старика из твиттера, будет беда, некому. Он продолжает все то же самое, что делал 4 года, но в основном на внешнем фронте. Тогда это воспринималось как отстаивание интересов Америки и американцев, но по факту он и внутри страны делает то же самое. Играется в супермена и альфа-самца. Ему уже прямо говорят о том, что людей с бешенными псами президенту сравнивать нельзя. Но кто говорит? Уже нет никого, кто бы мог унять старика. А в завершении этого обзора маленькая деталь. Все провалы, которых за Трампом числится уже огромное количество, он просто бросает как поломанную игрушку. У него пропал интерес к Северной Корее, к Ирану, ко всему остальному. Он пытается избавиться от раздражающей его эпидемии. С этим будет ровно то же самое. Он приходит, рушит и уходит. Это его стиль. Это его подпись. Глядя на все это, хочется сказать лишь одно. Боже, храни Америку именно сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok